Добрый день! Я приступаю к покраске потолка. Красить буду текурилы Евро 2 глубокоматовой краской. Но люстру в коридоре я не снимаю. Вот вам показываю, что краска, я её размешиваю. Но перед этим, ребят, я вам напомню, как я работала с трещиной. Трещина у меня была усадочная между плитами перекрытия. Сперва я взяла шпаклёвку полифилия. Она с целлюлозой от Дюлакс. Расшила трещин, програнтовала и вот туда забила эту шпаклёвку безусадочную. Вторым слоем я уже работала Рок-Индуит, гипсополимерная шпаклёвка. Уже работала на плоскости. Взяла два шпателя 15-10 см. И уже вот эту трещину закрывала в плоскостном варианте. Тоже на длину, на ширину коридора. Теперь я её шкурю шкурочкой R80. В угол я смяла, а плоскость я взяла брусок 160 на 80. Следующим слоем я уже шпаклюю под краску. От Дана гипса шитрог. Уже полимерная финишная шпаклёвка. Слой до 2 мм. Ей работало два слоя. Наносила шпатель уже не 15, а 25 см. Всё шире и шире. Растушевываю, растягиваю эту шпаклёвку. Снимаю на нет. Она липнет к любым основаниям. Всё, ребят. Теперь я вернулась к покраске всё-таки потолка. Рассказываю вам, что я беру текурилы Евро 2. Глубокоматовую краску для ремонтного окрашивания. Ведро 2,7 литра. Мне хватает на 13-метровый потолок за два раза. Туда можно добавить 10% воды. Беру лоток 330 на 270. Лоток поменьше. Для маленького валика 10 см. Потому что у меня есть шкаф, есть люстра. И туда надо подлезать. Валики Мик-Мекс. Кисть радиаторная 63 мм. Натуральная щетина. Размешиваю краску. Одеваю маленький валик. На 6-миллиметровый стержень. На длины ручки. Чтобы мне за шкаф туда подлезать. Сюда подходит любая ручка. На маленький. На большой подходит только ручка от Анзы. Все. Разливаю краску. По лоткам. 330 на 270. Это будет для большого валика. И вот тот желтенький будет для маленького валика. Открываю краску. Хорошо размешанную. Она очень действительно для легкого. Вот я сейчас прочитала у них на банке. Они позиционируют, что даже ученик покрасит нормально потолок. Это так и есть. Потому что краска блеском не обладает. Это глубоко матовая краска. Красить можно. Вот что я и буду использовать эти характеристики. В любом направлении. Не только по свету. А можно и против света. И в бок от света. Ну, во-первых, у меня коридор. Тут у меня нет солнечных лучей. Меня это выручит. Вот эта краска. Ребят, забралась на потолок. Вот потолок у меня был. В углу. Вдоль антресолио. Он был у меня. Вы видели. С трещиной я боролась. И в итоге было 4 шпаклевки. У меня нанесено в трещину. Все шире, шире. И уже плоскость потолка. Выходила я на покрашенный вот этот старый потолок. Но он в очень хорошем состоянии у меня был. Дальше я его прогрунтовала. Декурила европраймер. Концентрат развела один к трем. И прокатала потолок. Вместе с тем шпаклеванным местом. С тем шпаклеванным местом, который был у меня около входной двери. Сейчас я валиком подлезаю. Понимаете, в чем хорошо. Вот эта ручка 48 см у маленького валика. Сам он тоненький. И у меня там порядка 10 см. Я могу подлезть валиком спокойно. Потому что валик, он же как бы не статичный. Он у меня двигается. Обязательно мне надо, чтобы было место для его движения. Тут оно есть. Обязательно помыть надо было. Ну, я помыла и отвела вот контур шкафа по кромочной ленте. И отвела малярным скотчем. Вот, крашу туда-сюда. Растушевываю эту краску. Она отлично, ребят, ложится. Я на нее подсела. Потолки я крашу ей. Качество неизменное. Она не желтеет со временем. Хорошая краска. Рекомендую вам. Для ремонтного окрашивания то, что надо. И для учеников. Возьмете, и проблем никаких не будет. Или кто сами себе делает этот ремонт в квартире косметический. Обновить потолочки. Все получится. Работайте, как я. Зачистите плохо держащиеся места. Но есть, конечно, не меловой у вас потолок. Тот меловой потолок или известковый вам придется размыть. А если потолок был, как у меня, уже сделан мастерами, вы можете его подновить. Очень легко. Трещину разошьете, зашьете. Прогрунтуете грунтовку глубокого проникновения. Возьмете валики, вот эти хорошие. И нормально прокатаете раз в два часа. Двумя слоями вы укроете. Она укрывистая. Эта краска глубокоматовая. Двоечка у нее. Цифра. Вот катаю, ребят, вдоль шкафа. Подхожу. Люстра у меня. Она там 7, что ли, софитов. Или 6. Тоже на каких-то удлинителях. Вот эта палка. Я туда могу подлезть валиком. Вот. Ну, я закутала люстру и это скотчем. Вот. Вот катаю туда-сюда, туда-сюда, бородой на себя. Вот. Там, где сгиб у ручки. Катаю. То есть, вот все, что ближе к шкафу, я катала маленьким валиком. 10 сантиметров. А вот уже справа, где пролезает валик 25 сантиметров, там катала я 25 сантиметровым валиком. Одевала на палку. Здесь я стою на стремянке, 5 ступенек. Вот. А уже вот сейчас я уже стою на полу. Взяла палку от швабры деревянную, метр 20 с высотой. Я работаю обычно в панельных домах. 2,60-2,65. Вот эта палка метр 20, то что надо деревянная. Она небольшая, немаленькая. По весу она меня устраивает. Она не ломается. В общем, все отлично. Ребят, раскатываем. Никаких наплывов не оставляем. Вот там прокатала в глубине. Теперь иду к входной двери. Прокатываю туда-сюда, туда-сюда, буквой W. Ребят, катаю не по прямой, а вот буквой W. Туда-сюда, перекрывая мокрый шов. Вот сделала, а теперь вдоль. Теперь раскатываю. Вот так. Это же место. По-мокрому, никуда отсюда не убегая. Раскатываю сразу в двух направлениях. Хват хороший. Ручка то, что надо. Попробуйте, и у вас получится. Называется. Вот так, отлично. Прокатываю перед входной дверью. Все хорошо. Вот, сейчас потолок вот крашу. Когда он высохнет, беру потом герметик Саудал, и на него потом вам покажу, как я буду пенопластовой галтели по контуру. И потом подмажу тем же герметиком, стыки заделаю шпаклевочкой, и уже покрашу кистью сами плинтуса потолочные. Вот, потолок я крашу без галтелей. Вот, потому что они пенопластовые, и они заминаются. Вот. Мне проще вот сделать так. Сделать потолок, вот, потом приклеить галтели, и их уже красить, и подшпаклевать их, стыки уже отдельно, и кисточкой покрасить. Вот. И уже под галтели готовые я уже буду подводить снизу обои. И обои буду в стык с галтелью подрезать по маленькому шпателю острым лезвием. Это я вам тоже покажу. Все, ребята, всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова